Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже европейского качества испанского производителя фирмы Valencia. Серия называется Jasmine. Данную пряжу я приобрела в интернет-магазине Кудесница. Ссылочку на интернет-магазин я оставлю ниже под этим видео. Здесь в 100 граммах 250 метров и в состав входит 50% мериносовая шерсть и 50% акрила. То есть это обычная самая полушерстяная пряжа состава мериноса классической толщины. Пряжа в целом мне очень понравилась. Из данной пряжи я связала вот такие, как пример, детские носочки. И специально использовала свою любимую резиночку один на один, которой я обычно оформляю свои изделия. И лицевая гладь, на которой основаны все в принципе узоры. В целом в работе пряжа мне очень сильно понравилась. Она имеет плотную хорошую скрутку, она не толстенькая. Вот вы можете наблюдать. И мне понравилось то, что пряжа не имеет, скажем так, дефектов на протяжении всего вязания. Она была хорошей и ровной скрутки и без узелочков. Это очень сильно порадовало. И что хочу сказать. Я из данной пряжи могла бы связать в принципе все. Это начиная с аксессуаров. То есть это шапочки, снуды, шарфики, носочки. Так и какие-то различные большие изделия. Это свитера, кардиганы, пулловеры, мужские свитера. Вот. Я на примере, скажем так, вот этой пряжи, честно говоря, заинтересовалась именно для вязания мужского свитера. Я долго присматривалась пряжи и не могла определиться именно с какой мне связать мужской свитер. Вот как раз таки я остановилась на пряже жасмин. Мне понравилось то, что пряжа достаточно тоненькая, но при этом хорошо она будет согревать, скажем, тело. И при этом она такая вот приятная на ощупь, то есть изделие не будет колоться. Конечно, для людей с высоким порогом чувствительности я рекомендую использовать другую пряжу. Почему? Потому что в целом пряжа достаточно мягкая, но у людей, которым, скажем так, кусается в целом вязаные изделия, то данная пряжа тоже будет кусаться. Поэтому используйте пряжу либо с другим, скажем, лояльным составом, вот, либо же полированная шерсть, вот, либо с надписью Baby, то есть там идет уже как бы целенаправленно пряжа для деток, то есть она гипоаллергенная, она максимально мягкая по чувствительности, вот. На данном примере носочков я также хотела посмотреть, как же пряжа ведет себя после тепловой обработки. Я специально использовала две температуры, это до 30 градусов водичку и свыше 30 градусов. Что хочу сказать? До 30 градусов постиранное изделие было абсолютно таким же, как и до стирки, то есть ничего не поменялось, скажем, не вытянулось изделие, не село, петелечки как были, так и есть, немножечко подвыровнялись, вот. Что хочу сказать? Когда я использовала температуру выше 30 градусов, соответственно, водичка приобрела такой синеватый оттенок и изделие потянулось на полсантиметра. То есть у меня сейчас получились два абсолютно разных по размерам носочка. Вы можете посмотреть, один носочек длиннее, чем второй. Вот как раз-таки на, скажем, маленьком изделии я хотела посмотреть, что будет у меня с большим потом готовым изделием. Я пока не определилась, честно говоря, на мужской свитер с узором. Здесь производитель рекомендует использовать 4-4,5 номер спиц. Я вязала носочки троечкой, так как хотела максимально получить плотное изделие. И носочки имеют свойство протираться в пяточки, чтобы этого избежать как максимально дольше, то я использовала спицы потоньше. Вот здесь согласна, что нужно использовать четверочку на лицевую гладь, либо какие-то самые простые рельефные узоры лучше использовать тройку с половиной, четверочку. Также для изнаночной глади. Если использовать какие-то косы, жгуты, перекрещивания, то лучше использовать максимальный 4,5. Тогда у вас будет вязание более таким рыхлым, пышным и, соответственно, сократится расход пряжи на ваше изделие. В целом здесь метраж мне очень понравился, хороший, 250 метров. То есть на детские носочки ушло чуть больше полматочка. То есть это очень экономно, я считаю. И, конечно же, вернусь немножечко к ручной стирке и сушке изделия. Опять же таки, вся пряжа ручного вязания, изделие требует ручной стирки. То есть обязательно не трите ваше изделие, а просто немножечко пожмакали, разложили на горизонтальной поверхности и точно так же сушим. Тогда у вас изделие максимально дольше сохранится в эксплуатации, и, скажем так, менее будет растянуто садиться, кашлатиться и так далее. Вот, в целом пряжа мне очень сильно понравилась. Я буду из нее вязать, опять же таки, изделие, продолжать дальше, пока я остановилась на мужском свитере. Здесь красивая цветовая гамма, насыщенные оттенки. Мне это очень сильно понравилось. Вот, и в целом, кто что вязал из данной пряжи, обязательно напишите в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. Конечно же, не забудьте лайкнуть мне за видео, нажимайте на колокольчик ниже, чтобы принимать оповещения о новых видео, которые будут выходить на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Ссылочку на носочки я оставлю ниже под этим видео. Обязательно, кому интересно, можете посмотреть. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok